Добрый день! Добрый день! Вы, кстати, тоже сможете стать участниками нашего эфира. Дозвоните к нам по телефону 202 11 22. Расскажите, чем же увлекаетесь вы, чем вы сейчас занимаетесь, чему обучаетесь. Быть может, это какие-то индийские танцы, почему бы и нет. Быть может, это вокал. Ну или все, о чем мы мечтали в детстве, к чему-то научиться. Вот как раз время-то пришло, ничего нас не держит. Вперед, вперед, вперед. Горизонты открыты. Что ж, сегодня буду представлять гостей, которые как раз дают нам возможность чему-то новенькому научиться. Итак, у нас девушки из центра, института даже скажу, который занимается образованием, дополнительным образованием, повышением квалификации. Действительно, очень-очень много интересных курсов каких-то иностранных языков и других расскажут нам сегодня. Итак, представляю Елена Каланчева, руководитель отделения иностранных языков. Здравствуйте. Ну и, собственно говоря, преподаватель иностранных языков, кандидата в логических наук Ирина Савина. Здравствуйте. Добрый день. Рассказывайте, пожалуйста, откуда к нам пришли, ну и, собственно говоря, на чем специализируется ваш центр. Здравствуйте. Мы пришли из Самарского института делового образования. И, как вы сказали, мы предлагаем дополнительное образование. Мы существуем уже более 20 лет. Специализируемся мы на трех направлениях. Это бизнес-образование, наша замечательная школа бизнеса, это корпоративное обучение. И вот мы с Ириной являемся представителями отделения иностранных языков нашего центра. К нам приходят люди, как раз по сегодняшней теме. Это могут быть руководители каких-то крупных предприятий, это могут быть частные предприниматели, это могут быть обычные люди, которые готовы всегда самосовершенствоваться, очень заинтересованы, такие любознательны. Мы всегда рады, что к нам приходят за обучением и находят в нас поддержку, и мы всегда ее оказываем. Мы предлагаем различные программы бизнеса, тренинги, курсы по четырем языкам в нашем отделении. Английский, итальянский, испанский, немецкий. И любой студент любого возраста, придя к нам, находит поддержку. Мы всегда рады принять его и предлагаем любые программы и все, что с этим связано, чтобы поддержать вот этот огонь, то, что человек заинтересовался. У нас и детки маленькие, вот Ирина нас преподает, у шестилетних маленьких деток, и вот они в игровой веселой форме, вот этот огонь у них горит, они радостны, они понимают то, что им в школу, и мы вот прививаем вот это, да. Также к нам приходят люди более взрослые, да, уже состоявшиеся, и спрашивают, вот как у вас это все происходит. Мы подбираем для них индивидуальные программы, разрабатываем для них. И недавно даже вот на прошлой неделе позвонила девушка, она приехала из Испании и сказала то, что я влюбилась в эту страну, и вот как вот мне с нуля, я стесняюсь, и вот этот барьер и так далее. У нас работают носители языка испанского, да, и мы пригласили ее к нам в гости. Она была на таком позитиве, то, что ее поддержали, и с любой ступени можно начать изучать иностранные языки. Это может быть и в группе, это может быть и в маленькой группе, в большой группе, индивидуально. Самое главное, вот это вот желание прийти, и мы всегда вас ждем и поддержим. Хорошо. Так, ну, в общем, одним ответом ответили действительно на многие вопросы. Будем разбирать, раскладывать все по полочкам, будем рассказывать все подробнее нашим телезрителям. Ну, все-таки, что услышала, самое важное, наверное, из ваших уст, это главное желание. Сегодня мы обсуждаем такую тему, что учиться никогда не поздно, а если и 6 лет, то никогда и не рано. Вообще, самообразование, развитие, это, наверное, те вещи, которые можно действительно посвятить большую часть своей жизни. Согласны со мной? Абсолютно. Ну, если отвлечься от темы, а задайте именно личный вопрос. Вот чему бы вы хотели научиться? Быть может, сейчас, или, может быть, там, в детстве было какое-то желание, не знаю, лепить из пластилина какие-нибудь супер-пупер невероятные вещи. И вот... Сейчас хотела бы научиться кататься на горных лыжах очень хорошо. Угу. Слушайте, ну, такой экстрим, экстрим. И уже в сознательном возрасте я пошла в студию рисования, с удовольствием этим занимаюсь. Вот. Шитье, ну, то есть, такие более творческие направления. То есть, это есть, опять же, вы на своем примере подтверждаете, что возраст вообще не помеха. Конечно. Хотя, какой возраст, конечно, но все равно, по крайней мере, рисование, мне кажется, если учиться, то все-таки как-то с детьми, да, связывают обучаться. Вот. Нет. Нет, абсолютно нет. Барьеров и рамок быть не должно. Многие как раз этого и боятся. То, что вот думают, что что-то упустили, может быть, да, в своей жизни. И боятся прийти, и боятся начать, и думают, правда, это там для детей, для школьников. Нет. Абсолютно в любом возрасте можно научиться чему угодно. Вот я, у меня бабушка все время, да, то, что творчески тут и делала, и вязала крючком, и спицами, и все было очень красиво, и вышивала. А я как бы вот смотрела на это не очень... А сейчас вот я именно хотела бы, да, воплощать себя вот творчески. И начать тоже, но вот, к сожалению, не могу уже у бабушки практиковаться, да, но я бы с радостью пошла там. И шитье, и вот, и вязание. Подруги многие мои занимаются, да, смотришь их шедевры, там, платья они вяжут себе, там, все что угодно, да, игрушки для детишек. Прям смотришь, думаешь, эх, бы мне вот тоже бы. Хорошо, ну, быть может, захотите заниматься таким искусством, как докупаж? Не зря спрашиваю, потому что давайте адресуем мой вопрос нашим телезрителям. Коль уж мы сейчас говорим и о каких-то иностранных языках, и о творчестве, то вопрос мы как раз, ну, в тему. Как переводится с французского название техники декорирования докупаж? 202.11.22. Ответите верно, получите билет в кино, кино, вертикаль. Два человека, любой сеанс, мне кажется, очень хороший подарок для вас, дорогой телезритель. 202.11.22. Как переводится с французского название техники декорирование докупаж? Вдруг есть? Кстати, какой язык подвластен? Английский. Английский, да. Елена? Английский. Английский. Ну, коль уж здесь собрались люди, которые преподают именно иностранные языки в той или иной степени. Хочу спросить, есть какая-то разница? Вот когда приходит ребенок, если есть опыт общения с шестилетними детьми, когда приходит ребенок, какая-то методика преподавания одна, и когда приходит уже человек с багажом знаний, английский, быть может, где-то там раньше и был, но вот пока не подвластен для свободного. Это разные методики? На самом деле, как преподаватель английского и для детей, и для взрослых, и как преподаватель именно по методике, которая ориентирована на коммуникативную направленность, я хочу сказать, что разница не очень большая. Потому что для того, чтобы заинтересовать ребенка, нужно строить свое занятие как бы в динамичной форме, в форме игры, в форме коммуникативных заданий, да, постоянно в общении. Потому что дети очень быстро развлекаются, внимание рассеивается, и их не соберешь уже. Вот то же самое со взрослыми. То есть когда мы в группе преподаем язык для взрослых, то же самое. Мы устраиваем и дебаты, и дискуссии, и различные работы в парах, работы в группах. И многие задания у нас проходят в игровой форме. Именно для того, чтобы взрослых тоже переключить с работы, да, чтобы переключить их после трудового дня и после этой усталости на какой-то позитивный лад. И на самом деле это очень всем нравится, и занятия проходят очень живо. И многие студенты мне говорят о том, что занятия проходят на одном дыхании. Вот, и не... у нас занятие длится два часа, то есть они даже не замечают, что два часа уже прошло. Вот, и это вечер, то есть люди после трудового дня и прекрасно себя чувствуют. А студенты, все-таки какой возраст? Абсолютно разный. Абсолютно разный. Да, то есть в одной группе там может быть какой-нибудь школьник, да, восьмой, десятый, одиннадцатый класс. И здесь же у нас будет женщина или мужчина, пятидесяти лет, да, то есть мы отбираем в нашем центре по, не по возрасту, а по группе, по уровню ладения языков. Да, это как раз тоже один из... Да, это очень важно, потому что у нас работает методист, то есть вы не просто приходите, да, как бы в замешательстве. Мы вас тестируем, да, наших вот студентов будущих и очень четко, очень точно определяем уровень, да, чтобы полностью комфортно было начать обучение или, может быть, продолжить его, да, или вспомнить былые времена. И вот эта вот точность уровня, вот эта дружеская обстановка на занятиях, это очень помогает, потому что это я лично, как руководитель, да, наблюдала за занятиями Ирины, как люди приходят, да, вот эта вот некая усталость, да, отчеты в голове какие-то финансовые, а выходят они, да, после вот этих вот разговоров, дебатах, веселых видео смотрят, да, именно на языке, они выходят с осознанием того, что они могут. О, мы поняли, мы услышали какую-то песню, мы наконец-то поняли вот эти слова. Раньше для нас это была какая-то смесь звуков, да, и они выходят, у них прям вот плечи расправляются, да, и то, что они начинают такие интересные языки, то есть не просто, ну, только английский, да, но и итальянский, испанский очень сейчас такие, да, как бы вот эта вот страсть вот эта вот яркая, да, и вот именно поэтому многие приходят, потому что я мечтала, но боялась начать, да, а тут они приходят, и мы, да, пожалуйста, да, и они бегут даже вот на занятия, да, иногда бывает то, что там не получается, да, успеть, они просят подобрать и другое время, не хотят пропускать, то есть нет вот этого, что мы заставляем кого-то, наоборот, вот это вот желание горит огонь, и мы его поддерживаем, мы всегда рады нашим студентам, их успехам особенно. Хорошо, смотрите, что нашла еще, психологи уверяют, что никогда не поздно научиться некоторым вещам. Среди них играть на гитаре, потому что в компании друзей, мне кажется, человек, который знает пару аккордов, уже в центре внимания, уже глава, скажем так, этой компании. Рисковать, а именно заниматься какими-то экстремальными видами спорта, как у нас, как раз, хочет Ирина, да, никогда не поздно психологу играть, хоть и думать, что все-таки экстрим – это дело молодежное, нет, потому что когда ты рискуешь, когда в жизни появляется драйв, то чувствуешь себя увереннее. Вот такое понаблюдание психологов. Разбираться в винных, интересно, потому что винный гурман, мне кажется, на голову выше всех остальных окружающих. Готовить, если вдруг что-то где-то не получается, может быть, какое-то супер-пупер интересное блюдо, молекулярная кухня, тоже возможно освоить, вот так вот. Освоить этикет, и это не просто что-то новомодное, это обязательно, потому что деловой этикет, кстати, наверняка, который и вы проходите, да, немножечко сейчас задам вопрос, деловой этикет необходим, нужен для ведения, опять же, каких-то переговоров и для развития себя. Развать память – это нужно. Ценить классику, еще говорят психологи, потому что с возрастом приходят, наверное, это только умение ценить классику, понимание Достоевского, Толстого и так далее. Обучаться самостоятельно, собственно говоря, о чем мы сегодня и говорим, то, что необходимо не только получать какие-то интересные знания на курсах, центрах, но и приходить домой, наверняка, как-то подкреплять, ну и понимать себя. Вот это говорят психологи, потому что психология – это тоже очень важно. И вот по поводу развития памяти, да, хотелось бы тоже сделать такую ремарку, что люди в возрасте приходят к нам именно для тренировки памяти. Вот, и многие студенты говорят, мы бежим от Альцгеймера именно на ваших курсах. Слушайте, это так приятно, наверное, когда все-таки в 30, в 50 лет называют тебя студентом, потому что это, мне кажется, на каком-то сознательном уровне ты понимаешь, что нет, ты молод еще, душа-то молодая, и это самое то. А вот как раз сейчас заговорили то, что учиться этикету, деловому этикету, вообще деловому искусству вести переговоры и так далее. Это есть, скажите, пожалуйста, сейчас это актуально? Конечно, это очень актуально, это очень нужно, и поэтому мы тоже предлагаем вот такой наш студентам, мы готовим и к собеседованиям на иностранном языке, потому что люди развивают свою карьеру, и она выходит порой на международный уровень, и, соответственно, им нужно, да, не только знать, что сказать, а как себя поставить, да, то есть мы там разыгрываем вот эти ситуации, да, то, что вы... Мы также готовим к собеседованиям на получение виз там в посольстве, потому что это тоже очень серьезная обстановка и прочее. И также люди некоторые повысили по работе, да, он немножко не готов морально, соответственно, он даже у нас может это вот прочувствовать, то, что мало того, что он узнает язык, вот этот деловой язык, бизнес, да, язык, что является такой некой дополнительной трудностью, так еще и может себя поставить, преподнести, и мы очень рады, когда нам студенты рассказывают то, что вот там я на переговорах, там все, меня прям смотрели, и прям я гордилась собой, меня понимают, я понимаю, мы там заключили какой-то очень важный контракт, вот, и нам приходят, говорят спасибо, и поэтому это безумно приятно, и мы вот тоже сами воодушевляемся с нашими студентами, то есть мы все, что мы делаем, не зря, очень не зря. Я надеюсь, что мы тоже в прямом эфире не зря, а для того, чтобы вы, дорогие зрители, к нам дозвонились и ответили на мой вопрос, как переводится с французского название техники декорирования декупаж. Билет в кино достанутся именно тому, кто первый дозвонится к нам в студию. 202-11-22, звоните, не стесняйтесь. Ну и кроме того, конечно же, задавайте свои вопросы нашим гостям сегодняшним, высказывайте свое мнение, вообще, поздно ли когда-нибудь чему-нибудь учиться, или чему учитесь сейчас вы, чему научились, в каком возрасте освоили то или иное искусство, ту или иную науку. Интересно же послушать от наших телезрителей какие-то такие личные, что-то такое, личные истории. Хорошо, кроме иностранных языков, давайте проговорим, что еще актуально, что еще популярно вообще у народа? Ну, у народа, если говорят, бизнес-курсы, да, у нас в нашей школе бизнеса предлагаются самые современные методики, самые современные программы, например, очень актуальная программа MBA для руководителей. То есть, опять же, да, руководители должны знать, как управлять эффективно, да, то, что быть одной командой со своими сотрудниками, со своими подчиненными. Соответственно, к нам приходят и руководители, и с собой приглашают своих сотрудников, да, и все это, опять же, происходит в очень интересной форме. Мало того, они заинтересовываются нашими программами, проходят их, и потом у них какой-то азарт появляется. Они не просто проходят наши программы, да, как бы вот посещают, они потом получают подтверждение тому, что вот у них все получилось, да, получают сертификаты, и это еще больше их подстегивает. Они приходят на следующие программы к нам, да, на программы более серьезного уровня, да, на следующей ступени. И в школе бизнеса, и в корпоративном обучении, и на иностранных языках. То есть если нам удалось поддержать вот это вот желание, то нас поддерживают в ответ, да, то есть нами интересуются и говорят нам спасибо, и продолжают с нами совершенствоваться. Это очень важно. Ну и напоследок нашего разговора, к сожалению, время эфира летит мимолетно, просто-напросто, очень быстро. Но прежде чем задать вопрос свой, отвечу, точнее возьму звонок телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Светлана. Светлана, очень приятно. Рассказывайте нам, вы чему-нибудь сейчас обучаетесь, какое-то хобби есть, или чему-то хочется обучиться, научиться? Я бы хотела, знаете, у меня есть школьный немецкий язык, я бы хотела усовершенствовать. Усовершенствовать, все-таки языки. Хорошо, слушайте, ну это замечательно. Не сидите на месте, как говорят наши гости, самое главное это желание. Хотите, давайте, надеемся, ничего не держит, каких-то таких критических моментов, чтобы не учить, нет. Давайте с вами пытаться получать билет в кино, как переводится с французского название техники декорирования декупаж. Вырезать. Вырезать, это действительно верно, я вас поздравляю. Билеты в кино, в Киновертикаль достаются именно вам. Два человека, пожалуйста, приглашаются на киносеанс, кстати, на любой киносеанс. Спасибо большое вам за звонок, ну а вам задаю свой, наверное, последний вопрос. Если уже говорить об иностранных языках, коль уж нам сказали, сколько времени необходимо уделять? Потому что действительно сейчас у людей, работающих, очень мало времени, как-то на какие-то личные свои моменты. Как необходимо долго заниматься и как много времени в неделю уделять? Ну, все зависит от человека. Вот у нас, например, есть разные направления, да, направления подготовки, например, к государственным экзаменам, там ЕГЭ и так далее, да. Соответственно, там уже у людей горит срок там и так далее. Но мы тоже стараемся немножко их попридержать, чтобы именно дать вот эту всю информацию. Вот групповые занятия, да, вот Ирина скажет, наверное, да, тоже там по-своему. Ну как, сколько раз в неделю? Два раза в неделю. Два раза в неделю. Да, два раза в неделю. В основном после работы, вечернее время. Но есть и дневные группы, и утренние. Курс рассчитан на 100 часов, 100 академических часов. Вот, и в среднем он занимает 4 месяца. 4 месяца. Да, 4 месяца. Ну и дома, наверняка, вы советуете что-то. Ну, дома, да, конечно, результаты тех, кто занимается дома, они гораздо выше. Но мы понимаем, что люди все работающие, люди с ограниченным количеством свободного времени. Поэтому мы стараемся все отработать в процессе занятия. Слушайте, ну это хорошо. Два раза в неделю уделить времени на любимое занятие, для того, чтобы стать лучше, мне кажется, это немного. Спасибо вам большое, что были с нами. Вам желаю, конечно же, хороших студентов, которые будут стремиться получать новые знания, которые будут стремиться научить вас чему-нибудь. Спасибо, да. Спасибо большое. Что ж, ну а мы смотрим с вами небольшой сюжет, а после встречаемся в этой студии и поговорим о творческих курсах, курс флористики. Что это такое, когда начать и с кем пойти на этот курс, узнаем совсем скоро. Здесь, в Самаре, хотел бы встретить в свое время Ленина, допустим, на набережной. Еще что. А любимое историческое время, где бы вы хотели оказаться? Ой, 19 век. Какая-нибудь усадьба в сельской местности, прудик, и я помещик. Сижу в теньке. Ну, как Иван Иванович, Иван Никифорович. Только не ругаться. Историческое событие. Мне бы хотелось, чтобы в храм ходило не 3% населения, а 93%. И тогда мы будем жить по молитвам всех, по покаянию всех, будем жить совсем по-другому. Наверное, начало первой мировой войны. Почему? Потому что я очень люблю Серебряный век. С Кутузовым, скорее всего, я хотел бы познакомиться с ним, спросить, как у него дела. Спросить, как у него в голове вообще появились такие грандиозные планы. Ну, в войне можно было бы там поучаствовать? Какой? Любая. Ну, наверное, восстановление войны какого-нибудь года, например, 45-го, может быть. Почему? Почему? Ну, как бы увидеть все, что пронесли наши предки, что они терпели, какие жертвы они несли. Мне было бы это интересно. А может быть, есть какой-нибудь выдающийся действенный, с которым ты хотела бы познакомиться? Жуковский. Не знаю почему, но мне хочется с ним познакомиться. Только не войну, только не революцию. Этого точно не хотела бы стать свидетелем. А может, есть какой-нибудь исторический персонаж, с которым вы хотели бы познакомиться? Ну, Петр Первый. Очень хотела бы познакомиться с ним. Я же не знаю, я бы хотела познакомиться со Станиславским. Потрясающий человек, просто мой кумир. Так как я поступила на факультет актрисы Драматического театра кино, просто потрясающий человек, создатель системы Станиславского. Ну, я не знаю. Ну, это, конечно, невозможно, но я бы поучилась у него. 202-11-22. Телефон нашего прямого эфира. Звоните, не стесняйтесь, задавайте свои вопросы нашему следующему гостю. И как раз я сейчас ее и представлю. Итак, у нас в студии Ирина Команова, преподаватель курса флористики. Здравствуйте, Ирина. Ирина, ну, первый вопрос, наверное, от меня будет, не от наших телезрителей. Скажите, пожалуйста, как давно все-таки увлекаетесь флористикой, цветами и вообще любовью к живым цветам? Как давно проявилась у вас? Ну, это, наверное, уже идет с детства. Профессионально занимаюсь уже более 12 лет. Преподаю уже практически около 6-7 лет. Вот так вот. Не считала. Не считали. Я там где-то так. Слушайте, ну, мне кажется, то, что красивым флористом со вкусом может быть действительно только тот человек, у которого есть этот вкус. Потому что какие-то знания, азы, быть может, освоить это, да, это возможно. Но привить вкус, наверное, сложно. Либо я не права. Ну, я скажу так, что развить вкус можно однозначно. Конечно, уйдет больше времени на этот процесс. Те, у кого уже прирожденное чувство вкуса, им проще будет ориентироваться, быстрее. Быстрее будут идти какие-то продвижения, прогресс в занятиях у тех, кто, скажем так, слон на ухо наступил в этом плане. Ничего не потеряно. Однозначно более мелкими такими шажками, но все равно прогресс будет. Главное, чтобы работа вам ваша нравилась, да, то, что вы получаете. Естественно, от работы нужно получать удовольствие. Это, наверное, самое главное. Опять же, желание, если действительно это близко к тебе, то, пожалуйста, берись, ничего не бойся. Все в твоих руках. Хорошо, а кому же близок курс флористики? Кто ваши обычные клиенты, ваши обычные студенты? Обычно, ну, если в среднем брать, то обычно, это, конечно, это женщины. То есть на моем опыте было немного мужчин, которые хотели стать. Ну, были, слушайте, вы меня удивили, потому что я-то думала, что это только женщины. Нет, очень. Это, наверное, знаете, как в кухне, да, то есть повара лучше это мужчины. У флористики тоже самое, у них другие взгляды, у них технические худмышления, это очень интересно с ними работать. В основном женщины и совершенно разные возрастные категории. Да, то есть молодые девушки, школьницы были прям совсем со школы, приводили родителей практически за руку. Это были и женщины-домохозяйки, и работающие были женщины, которые просто хотели сменить род работы. Домохозяйки, наоборот, да, как-то вот новое направление в своей жизни открыть. И люди уже, скажем так, с опытом жизненным за 50, за 60 лет тоже приходят на занятия. То есть тоже, опять же, подтверждаем фразу, учиться никогда не поздно. Согласна, что это? Конечно, конечно, конечно. Хорошо. Что ж, продолжаем радовать вас своими призами, билетами, а именно билеты на концерт Волжского хора, который состоится уже сегодня в Самарском академическом театре оперы и балета. Сможете отправиться вы именно туда, на это представление. Мне кажется, это будет очень что-то интересное. Для этого несложный вопрос. Назовите синоним термина «лоскутное шитье». 202-11-22. Звоните, не стесняйтесь. Я думаю, но этот вопрос не вызовет у вас особых сложностей. Тем более, думаю, у девушек, опять же, которые занимаются рукоделием. 202-11-22. Синоним термина «лоскутное шитье». Билеты на Волжский хор, мне кажется, очень легко достаются. Прекрасный подарок. Просто практически дарим. Согласны со мной? Что ж, хорошо. Скажите, пожалуйста, часто ли бывает такое, что к вам приходят студенты, клиенты, которые пытаются обучиться флористике, и действительно флористик становится им, их образом жизни, их работой? Очень хороший вопрос, потому что, на самом деле, это, можно сказать, практически все, кто приходит на курсы. То есть не просто для себя? Нет, не просто для себя, тем более, последней тенденции сейчас очень много. Последняя группа была вообще очень большая. И все из этой группы либо ушли работать с флористами, либо сменили свою работу вообще. То есть кардинально, либо сделали как дополнительный доход, кто-то открыл свой бизнес. Слушайте, а вам вот чисто так профессионально. Не жалко, что выходят клиенты, которые были вашими учениками, а тут становятся вашими соперниками? Нет. Я считаю, что конкуренции здесь быть не может. Однозначно, мы все всегда в дружеских отношениях. То есть мы друг друга поддерживаем. И здесь нет предела никакому совершенству. То есть бесконечная-бесконечная креатива, бесконечный, скажем так, прогресс. Учиться всегда нужно. Поэтому и я тоже езжу к таким же флористам, как, скажем так, я более опытным. Единственное, что я перенимаю их опыт. То есть они же со мной делятся, и, соответственно, я тоже с ними делюсь. У каждого свой взгляд, я думаю, у каждого своя рука. Конечно, конечно. Что ж, есть у нас звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, как вас зовут? Представляйтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Валентина. Валентина. Валентина, очень приятно. Ну, коль уж мы сегодня говорим на такую тему, что учиться никогда не поздно, чему научились вы, чего освоили в достаточно уже зрелом возрасте, не в детстве? Ну, я занимаюсь йогой. Йогой занимаетесь. Слушайте, это прекрасно. Успехи есть? Ну, я считаю, да. Есть, но это хорошо. Самое главное, чтобы гармония была внутри. Это самое важное. Что ж, назовите, пожалуйста, синоним термина «лоскутное шитье». Квилтинг? Нет, к сожалению, неверный ответ. Буду ждать другого телезрителя с правильным ответом. Вам же желаю, конечно же, развития личного, развития духовного. Поэтому не расстраивайтесь в любом случае. Но мне кажется, если вам постижима йога, то уж точно в расстроенных чувствах не останетесь. Хорошо. Мы с вами давайте будем продолжать нашу беседу. Есть у нас фотоподборка с работами ваших учениц. Я правильно понимаю? Да. Это все ученические работы. Давайте посмотрим, как-то прокомментируем. Быть может, нам расскажете, вспомните, что это. Это был сделан букет на каркасе. То есть бывают не просто букеты, бывают букеты еще креативные, необычные, нестандартные. Когда мы хотим удивить своих клиентов чем-то, мы изготавливаем каркасы. Да, то есть вязанные такие каркасы. Это был изготовлен экзаменационный свадебный букетик. То есть в конце каждого занятия проводятся экзамены каждого курса. Считаю, что работа очень неплохая получилась. Цветы расположены, сгруппированы. То же самое, это зимний свадебный букетик. Здесь присутствует и елочка, и розочки, и хризантема. То есть достаточно креативный, соответственно, аромат тоже. Да, я представляю. Этого свадебного букета. А как много времени вообще занимает создание одного букета? Именно создание? Про курсы? Профессиональный флорист должен собрать букет минут пять максимум. Минут пять? Максимум, да. Слушайте, ну это быстро очень. А учениц сколько времени изначально? Учениц изначально уходит очень много времени. По крайней мере, когда мы делаем свадебную вот такого плана букетики, у них может уйти и четыре часа, то есть от двух до четырех. Потому что там очень долго все происходит. Самое главное, чтобы, наверное, цветы не успели завять. Ну, цветы бывают, конечно, устают, да. В таком процессе цветы устают, и приходится их менять на другие. То есть основная, скажем так, фишка в обучении флористике – это практика. То есть никакая теория, скажем так, вам не поможет. Сколько вы книжек не прочитали, флористы делают именно практика. Очень интересно. То же самое каркасный букет в виде лодочки сделанной. Циты расположены внутри, полностью из веток. То есть натуральный каркас из веток. Тоже работа студента. То же самое здесь тоже каркас сделанный. Очень много работ на каркасе мы делаем, потому что это очень интересная тема, креативная. Нестандартная. То же самое, как в виде гнезда. Что такое новое, да, из березовых веточек. Это такой букет через подарок вообще. Весенняя тематика вообще просто очень хорошо подчеркивается в этом букете. Ну и да, у нас тоже есть как бы такие отдельные занятия, посвященные игрушкам из цветов. То есть это был сделан подарок. Так получилось, что девушка посещала как раз это занятие, и у нее совпало с праздничным событием. Вот мы вместе создавали. Что ж, давайте принимать звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Юля. Юля, очень приятно. Расскажите, пожалуйста, вы чему научились уже в осознанном возрасте? Или вы, может быть, чему-нибудь хотите научиться? Юля? Учились рисовать уже в зрелом возрасте. Научились рисовать? Да. Это отлично. Что ж, прекрасное занятие, мне кажется, успокаивает, радует, когда какие-то проблемы, мне кажется, рисование может решить их просто в один счет. Назовите, пожалуйста, синоним термина «лоскутное шитье». Я думаю, что это пейчворк. Это действительно верно. Вы совершенно, ваши мысли в правильном направлении. Я вас поздравляю, два билета на концерт Волжского хора достаются вам. Сегодня, пожалуйста, освобождайте вечер, потому что именно сегодня вы отправляетесь в Самарский театр оперы и балета. Будете наслаждаться прекрасным концертом, песнями, танцами. Счастливы? Скажите, Юля. Да, большое спасибо. Вам спасибо большое. За эфиром расскажем, как же забрать этот заветный билетик. Что ж, 202, 11, 22. Вопросы и розыгрыши у нас закончились. Но, быть может, вы нас порадуете своим звонком, расскажете, чему интересно мы научились, что интересно хотите еще освоить. Быть может, курсы флористики, курсы рисования, вокала. Что-то вам хочется такого, чем-то себя порадовать. Что ж, ну а мы давайте посмотрим интересный опрос, что вы хотите делать и умеете делать своими руками. А после вернемся в эту студию. Вязать. Я на данный момент занимаюсь вязанием. Вяжу пинетки для маленьких деток от нуля до года. Как давно занимаетесь этим? Ну что, со школы. То есть я в школе научилась и на данный момент подрабатываю немного. Стричь. Ну, шьем иногда. Когда время есть, позволять. А что еще? А самая красивая вещь, которую сшили, есть? Что это? Ну, это платье, наверное. Ну, такое домашнее. Костюмы! Костюмы. Все, умею. Умею вязать крючком, спицами. Что еще я умею? Шиете, кулинария? Нет, не шью, но готовить иногда люблю, иногда нравится. Я все умею делать, даже многое из того, что делают мужчины. Скажите поподробнее, пожалуйста. Ну, например, что бы вы хотели, чтобы я сделала? Молотком умею работать, дрелью умею работать, отверткой умею работать. А рукоделие подвластно вам? И шить могу, и вязать могу, и готовить могу, еще что-нибудь. Эх, талантливые люди живут в нашем городе, и таланты эти безграничны. Быть может, где-то внутри скрыт, но я думаю, сейчас, как раз после нашего эфира, вы будете думать, что же такого хочется вам сделать, и буквально будете искать в интернете уже какие-то курсы, не знаю, кулинарии, курсы флористики, курсы рисования, вокала, и отправитесь именно туда, потому что универсальный формат, я надеюсь, пройдет для вас с пользой. Сегодня я с Ириной разговариваю именно о курсах флористики. Ирина, расскажите, пожалуйста, все-таки курсы флористики, они как-то делятся? Не знаю, либо это курс флористики и все, либо это курс, опять же, каркасный флористик, как вы сказали. Конечно, конечно. Игрушек. Расскажите, пожалуйста, направление. Да, направления совершенно все разные. Ну, конечно, самое большое стандартное такое направление – это основа европейской флористики. То есть, когда вы приходите с нуля, и вас начинают учить, как обрабатывать цветок, как его убирать, чтобы он оказался свежий, как делать букеты, композиции и так далее. И существует очень много подразделений. Существует свадебная флористика, существует, соответственно, тоже траурная, рождественская, пасхальная, те же самые игрушки из цветов. То есть, этому можно обучиться, скажем так, например, игрушкам из цветов за один день. То есть, вы приходите на однодневный семинар и практически занимаетесь. Занимайтесь. Вот. Тематик очень много, то есть, флористика вообще-то как вид искусства. То есть, здесь очень много всяких подразделений, и совершенствоваться можно просто бесконечно. То есть, за один день что-то обучиться уже возможно? Конечно, конечно. Возможно. Вот нас, в частности, мы проводим семинары для деток, да, делаем различные топиари из искусственных цветов. Для организации мы проводим семинары для… Когда женский коллектив большой для женщин, на 8 марта заказывают, например, такие мероприятия. То есть, понятно, что когда цветы просто подарят в Азии, они завянут через какое-то время. А когда ты сделаешь… А знания свои, которые, да, с этого занятия вы унесете, они останутся с вами на всю жизнь. Поэтому, конечно, учиться лучше. Хорошо. Вот этот букет, который вы нам сегодня принесли, это ваше произведение? Да, это композиция из цветов, сделанная в основе нестандартная немножко. Это тыква, да, сейчас уже урожай начинается. Осень, как раз осень. Осень, да. Осень как раз один из элементов, скажем так, способа преподнесения букета. То есть, когда мы не просто покупаем букет, а именно есть возможность сделать это немножко нестандартно, как обычно. А опять же, мне кажется, флориста – это соединяется какой-то роли декоратора и роли стилиста, потому что как-то нужно уметь подбирать цветовую угол. Конечно, конечно. То есть, здесь достаточно много направлений, и на курсах необходимо изучение таких понятий, как основа композиции, то есть, где присутствуют они не только, скажем так, в флористике, но и в искусстве, и в фотографии, и даже в режиссуре присутствуют эти моменты. Дальше необходимо изучать колористику, цвет – это уже, соответственно, относится, скажем так, больше к живописи, наверное, к художникам, в основной своей массе. Также это пропорции, то есть, золотое сечение, все это необходимо изучать, чтобы составить, скажем так, более-менее красивую какую-то работу. То есть, здесь должны быть и технические какие-то навыки, сильные руки, потому что много приходится работать с проволокой. То есть, это не просто цветы в вазе. Здесь много-много-много различных моментов. Ну и самое, наверное, интересное, вот действительно, там, курс закончен. Многие пошли работать флористом, многие решили как-то поменять, быть может, добавить какое-то свое жизненное творчество, да, стать флористом. Но самое, наверное, важное флористике – это все равно цветы. Вот как вы помогаете где-то найти живые цветы, либо это все-таки можно как-то купить, либо это, может быть, выращивают люди потом? У всех по-разному, да. То есть, были тоже женщины с района, тоже много очень с района приезжают обучаться. У них, соответственно, есть возможность выращивать свои растения на участке. Конечно, этот период ограничен во времени, то есть, это когда только теплый период, они могут собирать букеты. Говорят, мы собрали букеты, посмотрите, присылают фотографии, что у нас там получилось. Ну, а так, конечно, у нас есть оптовые базы, где можно спокойно, свободно приобрести цветок, пожалуйста, да. Тот, кто уходит во флористику в качестве, скажем так, наемного работника, у него есть доступ к цветам. Они потом уже все понимают. Да, они все понимают, да. Тот, кто наступил на путь собственного бизнеса, соответственно, у них немножко другой путь. Они связываются с оптовиками, да, и приобретают там же цветы. Слушайте, мне кажется, флористам нужно стать только лишь для того, чтобы даже радовать своих близких, друзей на любой праздник, приносить нестандартный букет, который, ну, не все даже в профессиональных магазинах еще научились делать букеты со вкусом, как мы сказали, да, то, что действительно просто собирают цветы, бумага, очень много бумаги, очень много целлофанов, целлофанов, которые некрасивы уже не в моде, не в тренде, скажем. Вот, к сожалению, это еще есть. Сейчас какая-то такая минималистичная картина, это действительно интереснее, даже если это какая-нибудь бумага цвета такого, как хаки, да, и... Крад бумага. Грубая бумага, и то смотрится все красивее. Поэтому, мне кажется, даже чтобы просто порадовать себя и какие-то интересные подарочки дарить на день рождения, можно пройти курс колористики. Конечно, конечно, для себя, для роста, то есть на курсах, как повторюсь, изучать не только умение, да, вставлять цветок, например, в основу, это же еще развитие идет именно знаний, получается, как в качестве, как искусства, то есть очень многие, кто, допустим, прослушал курс колористики, понимают, что мы носили несочетаемые вещи, мы не так там красились. А потом идут еще на курсы и межмейкеров. Да, межмейкеры и всего остального. Это замечательно. Действительно, когда учишься чему-нибудь одному, потом хочется, наверное, познать что-то другое. И в этом есть суть нашей жизни, обучаться, познавать и познавать этот мир. Спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Вам, дорогие телезрители, тоже желаю всего самого хорошего. Спасибо, что смотрели универсальный формат. Но и напоминаю, что каждый будний день в 13.05 мы на ваших телевизорах. 202-11-22. Это телефон нашего прямого эфира. Запишите, потому что и завтра мы встретимся с вами именно в это время. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok